Это вот карта проблем города, но на самом деле для администрации это карта приоритетов. Над такими проблемами работать в первую очередь. Всего одно приложение, и все городские вопросы и проблемы видны как на ладони. Сервис «Умный Саров РФ» – уникальная саровская разработка. Причем удобен он не только для властей, но и для горожан. Во-первых, саровчане могут пожаловаться на то, что их беспокоит. От неубранного снега во дворе или незаконно установленных блоков на дороге, до протекающей крыши и прочих проблем ЖКХ. Кроме того, на сервисе сосредоточена вся самая актуальная городская информация. Люди, заходя туда, могут получить информацию либо о графике движения транспорта общественного, либо о графике уборки улиц и, соответственно, переставлять свой автомобиль. Здесь же есть карты депутатских округов и прямая связь с народными избранниками. Возможность записаться на прием в поликлинику, контакты и график работы участковых уполномоченных полиции, а еще гид по городу, который в скором времени перерастет в виртуальную экскурсию. Не меньше функционалу сервиса и в служебном разделе. Служебный раздел позволяет делать свою работу более эффективно, быстрее, с меньшими затратами, обеспечивает качество услуг наших для горожан. В режиме онлайн службы могут видеть, как организовано освещение в городе, какие дома остались без электроснабжения или, например, как работают лифты в домах. Обнаружив проблему, ответственные лица могут в кратчайшие сроки ее устранить. Выслушав презентацию системы, сенаторы и представители закрытых городов остались под огромным впечатлением. Это упрощает, повышает эффективность их управленческой работы. Это оперативное реагирование на те отклонения, которые есть в нормальном ритме жизни города. И высвечиваются точки, где нужно опережающе реагировать. Я думаю, это очень просто уникально. И при том, настолько комплексно, разноплановая система сформирована, сегодня платформа, поэтому это впечатляет. После презентации звучало множество вопросов, насколько сервис готов к тиражированию, как долго его адаптировать под конкретный регион, какова стоимость его внедрения. Продукт заинтересовало, а значит, такие системы в скором времени могут начать работу по всей стране. Впечатляет очень короткое время внедрения. С января 2018 года, вот год, а уже эта система работает в работе. Мы сегодня видели не просто картинки, знаете, такую аббреватуру хорошего проекта, а его механизм реализации – это здорово. Это нужно брать за основу, потому что этот программный продукт надо привязывать к особенностям региональным другого субъекта, муниципального образования, город и так далее. Убежден, что тиражирование будет идти очень активно. Проект «Умный Саров РФ» продолжает развиваться. В планах создание на его платформе личных кабинетов для горожан. Зарегистрировавшись в системе, каждый будет получать на электронную почту оперативную информацию о плановых отключениях воды и электричества. А еще через сервис можно будет оплатить, например, детский сад или занятия в секции. Лидия Шилаева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». Продолжение следует...